здравствуйте мои родные здравствуйте мои дорогие близкие моему сердцу ждем в дубае мейкап бэй дарги хорошо обязательно приедем значит я привет дружи здорово розга я в общем с хорошими новостями в плане посмотрите давайте сразу разделить разделим психологическое состояние полностью восстановлено то есть никакой дезморализации все ровно выглядишь хорошо да я смотрите сегодня какой модненький смотрите они видно на такие штаны подсвет по цвет этих подсветки эти такого ментового но это больше мята наверное это менту в общем короче классно выгляжу про спасибо значит смотрите я приехал новую квартиру вчера приехал мой продюсер мы до 3 часов ночи вы устанавливали оборудование сделали все очень уютно она такая стала уютная она стала по-настоящему классный значит это первое я для вас сегодня записал нормальные новости свои 70 новостей были новости разные все увидите буквально через пару дней также в среду будет новый еще выпуск то сейчас начинаю работать по поводу дочери значит сашка сейчас улетела на 10 дней вот они полетели сегодня в этом . сейчас с яной со своей бабушкой я вам саша говорит давай я заберу на выходные нагреть нет пусть побыть я я говорю вопроса нет она ее бабушка имеет полный потом говорю хорошо тогда давай вот в понедельнике она говорит женька но пусть она вот побудет походит с бабушкой для лида тоже важно очень ты же вот тоже к родителям забираешь на целый на целый-то месяц на полтора ты можешь забирать я же нет ну в общем я значит подумал я потому что я потому что не нужно торопиться пусть ребенок ходит садим пусть ребенок приезжает бабушки к своей а я пока допустим до четверга в четверг я ее муж договорились в 4 сразу опережая события в четверг я заберу в пятницу отведу в садик потому что важен момент что папа приводил папа собирал поэтому один день я один заберу второй день приведу заберу и выходные со мной по им зоопарк погода налаживается пусть походит бабушки ничего страшного с ней не случится и я эти дни просто 4 4 дня вот эти допустим 5 я лучше займусь собой сейчас оборудуем квартиры все уберу в понедельник во вторник я хочу походила мерлин надо взять новое постельное белье одеяло подушки тарелки какие-то коврики может быть что-то для интерьера хочу очень цветок поставить сегодня познакомился соседкой кстати по причине того что я покурил на лестничной площадке а пиков ские дома не имеют возможности лично для площадке они нет воздух не циркулирует в них то есть они открываются окна то есть они закрыты и весь дом пахнет табаком она пришла ко мне так она и трясло на со мной разговаривала видно что и было тяжело разговор этот вести неприятно ну ну видишь очень переживал очень я же еще такой да слушаю вас да вот а потом я выхожу слышу она пошла куда-то я выхожу говорю я прошу прощения а как вашей на награде зовут влада я говорю меня жени и р меч приятно влаточка я говорю все хорошо я ваш новый сосед я не хочу ни с кем конфликтовать я прекрасно понимаю что я этим запахом табаком приношу вред большому количеству людей токсичным становлюсь я буду выходить курить на улицу в квартире не курю туда тоже не буду ходить проблема закрыта на господи слава богу и она начала улыбаться я такого позади вот вот этот переход от человека трясущегося дрожащего переживающие и обдумывающие каждое слово переход на вот эту улыбку добрую я на так на стенку оперлась такая красивая женщина взрослого уже год на лет 45 муж есть . и вот этот переход и она я вижу как она выдохнула вот так улыбается на стенку облокотилась и давай мне все рассказывать про дом про соседи про это про то но сразу видно что компанейская коммуникабельно очень и мне так это мне так на душе стало приятно что я решил выйти все таки обозначить себя как человека не конфликтного принимающего понимающего чувственного есть стало приятно у нее знаете как все отлегло а вот все буду выходить курить на улицу тем самым может быть увеличу даже я курю по две пачки в день может быть уйду на пачку а потом может дальнейшем вообще перестану общем ребят делаю все да я всегда говорил живи по правилам простому для себя ты можешь быть токсичным употреблять что угодно пить курить нюхать чё хочешь делать хоть жопу долгись но как только ты начинаешь вредить людям которые окружают что-то надо менять ты идешь не по правилам я все я и услышал больше поделать не буду значит соседкой поговорили следующая ситуация по поводу переезда моего из старой квартиры не балкон по поводу переезда моего из старой квартиры значит у меня там был депозит 60 тысяч кровать повреждена я позвонил своим знакомым они сказали что перетяжка будь стоит 5000 рублей потому что там дермантин ты просто берешь кусок дермантин и натягиваешь риск расшивателем с внутренней стороны ты все это требишь значит он не насчитал за 3 месяц коммуналку 17 тысяч рублей я ему говорю меня в апреле месяце даже дома не было я на я полтора месяца был в новороссийске какие 17000 а.б. подождите шаурму заберу смотрите ребят я так люблю шаурму смотрите какая у них здесь 40 видов шаурмы ребята это лучший район который вообще мог достаться мне у меня в доме 4 кафе 3 ресторана только в моем доме я вот так сейчас гулял барбершопы свежие овощи свежая рыба свежее мясо все отдельно я в раю я в раю договариваем дальше значит какие 17 тысяч когда ну я понимаю когда ты там платишь за отопление да то есть отапливается теплые полы включены и когда уезжаю я всегда выключаю теплые полы выключая везде свет какие 17 он и начинает скидывать нам что-то я ну понятно но я так я сам лошара на самом деле потому что подписал тогда в суматохе документы подтверждающие что я вообще-то и он вообще повесил на меня все уборка дома вывоз мусора ремонтной работы консьержка все повесил я вот это все платье ну уже я в курсе и эту квартиру снова и вообще сбил цену и еще и мы договорились что 5-6 тысяч зимой больше 6000 не поднимается коммуналка летом 5000 все все вот это кайф когда ты приходишь уже на опыте плюс еще и сторговался по квартире слушайте дальше значит он ним я говорю хорошо окей давайте дело так я чек не комплекте говорю вот забирайте там эти пять тысяч на перетяжку 17000 м25 тысяч 20 тысяч коммуналка вот 25 5 тысяч за моральный ущерб я так понимаю вы там для переживаете 30 тысяч мне верните он горит подождите день а вот ваша собака а вот перетяжка 20000 а вот клининг вы не заказали я или подождите с какого перепуга я должен заказывать клининг вы мне с клинингом сдали квартиру я два мешка шерсти вытащил из квартиры я когда двигал кровати с диванами там была засохшая многовековая матча собачья я убирал хату дня три все было в грязи в пыли я почему-то должен клиент понимаете ну короче ну вот на дурака на дурака вот это все потом он не заряжает а диван ой матрас я когда переехал до меня там жили люди с собакой эта собака распиздючила весь матрас и на матрасник на этот матрас был вот в таких пятнах мочи просто засса на все было я этот на матрасник снял матрас этот перевернул он весь был погрызан и поролом я говорю вы знаете я очень жалею что я в самом начале не сфотографировал я говорю я жалею что в самом начале не сфотографировал это дивана боссом и вот эти следы огромное количество упаковок от лирик лирики кто знает это аптечные наркоманы знают лирика это как наркотик для эпилепсиков по-моему выписывается там их мажет вот целая бред вот такие горы бред этой лирики были за кроватью спрятаны я ему конечно не звонил я по-человечески думал ну наверное что то может он этот я ему не позвонил я вот жалею что не сфотографировал какой был матрас что происходит дальше он мне говорит что я должен сто семьдесят восемь тысяч за матрас 20 тысяч перейти а короче я его еще должен 217 тысяч по итогу там летит она собирала 217 а что ему говорю говорю окей я вас услышал подтверждение того что матрас не был таким какой он вот сейчас остался у вас у меня нету так же как вы не можете доказать что этот матрас испортил я но если такая говорю свистопляска у меня на моей работе есть юрист очень хорошие подкованные я удавайте они с вами свяжутся в понедельник когда будем составлять из потому что так предполагаю что вы готовы до конца эти я тоже вот и будем составлять тиск на сегодня на сегодняшний день если ты подаешь то штраф 370 тысяч рублей только штраф 370 тысяч рублей в обязательном порядке вот здесь в москве за то что ты сдавал квартиру обходя реестр не вписывая в реестр то есть ты объебывал налогово это очень серьезное наказание плюс там налоги то есть не платят же налоги и все и разговор у нас закончился очень быстро не успев начаться ну слушайте мне всегда хочется по-нормальному уходить с хуя ли я должен нанимать какой-то клиник я убрался я не я не ребят я вам клянусь там не было мусора там я помыл ванну унитаз я помыл полы с специальным средством я вымыл подоконники все я все протер пыль все чистенько пропылесосил промыл все но что мне там надо холодильник я обесточил он разморозился я все вытащил помыл все обратно вставил все высохло холодильник закрыты чистый стал ну и меня сейчас лет пытаются не то что мои деньги не хотят вас меня пытается нагнуть я сказал ребят не вопрос если что подолжен погнали у меня говорю свободного времени ему говорит очень много я работаю только среду вот пожалуйста понедельник вторник 4 5 суббота после я готов брать вот там вот смотря с этими бумажками блин и доказывает свою правоту ну что это зовут ну что это такое за отношение зачем вот это пытаться меня и так объем были сколько ему заплатить 100 по 17 тысяч месяц год я там жил ребят я больше 200 тысяч за коммуналку ему отдал в году за год ну некрасиво но ты по одну просто пиздец короче а ничка не то что он 30 к не отдал он сказал что я еще должен 200 почему дочь не со мной . с бабушкой с яной это знаете чё за шаурма это обычная классическая шаурма но здесь местом допустим курицы или телятины здесь идет котлета говяжья котлета и он прям в ней рубит вот это все перемешивать как капает кушай пошли не ну ну он просто зажал денег плюс вот ну приятно спасибо бля я прям желе что не сфотографировал этот диван приведите долг отдали долг я сегодня звонил амиру точнее начало я брат давать до вечера подождем угарте мне линия может дать ничего не будем кашу позвоню вот он ему звонил тот конечно же трубки не берет я скорее всего думал что он заблокировал его ну ладно давайте все пока в подвешенном состоянии все решается нормально все будет ярослава привет я так скажу моя жизнь очень веселая очень весело вы заметили кстати несмотря на то что я живу один несмотря на то что я особо никуда не езжу бля меня окружает такая движуха вот вы обратили внимание вот есть же люди которые просто живут 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 и живут у меня каждый день какой-то блядь прикол каждый день видишь а где то блядь что тупо спасибо рад мир приеду приеду давай Да у меня уже полчата, не пачкай кофту, а где я пачку? У меня уже полчата за шаурмой пошли. Я люблю шаурму, знаете, с холодной колой. Я считаю, что это самый подходящий напиток для шаурмы. Это холодная кока-кола. Сам готовлю, вчера приготовил макароны по-хонски. Ясу, браток, приятного аппетита. Привет, Янис, приясу, ясу, брат. Спасибо, родники. Вот какая, видите, она хрустящая, вся капает. Сейчас. Сижу за прилавком и жду фото Кузина. За каким прилавком-то сушишь? Ассалам алейкум, валейкум ассалам дешму. Не фото Кузина эфир, а... Пиши адрес. Ребята. Стоит... 280 рублей. 280 рублей. Это с курицей, а 310 с говядиной. Не, не устраивает. Но можно попросить утро, чтобы сделать. Там халапени, балапени, все это есть. Заебет тебе. Вот такая шаурма, видите, сколько... Вот мексиканская есть, барбекю, фиш-рол, филадея, это все шаурма. Потом, значит, бургеры. Потом вот эта штука, кукуруза, креветки. Хот-доги есть разные абсолютно, бургеры разные. Салаты, закуски. Шаурма комбо. Вот такая фигня. Кончик и мороженое. Вот они, шаурма, смотрите, какие. Самая лучшая еда на смитере. Дразнишься, да? Привет, из Мелитополя, здорова. Захар, привет, мой родной. Это взаимно. Тоже люблю тебя. Удобно, что в доме есть все. У меня в доме, я говорю, 4, по-моему, кофейни и 2 или 3 ресторана. Только в моем доме. Блин, мне надо рекламу снимать, да? Ходить, да, вот этим, вот этим. Тебя тоже люблю, Захар. Люблю тебя тоже, люблю сильно-сильно. Якутий, большой привет, здорово. Блин, начинается радио привета. Ой, кола не пошла. Квартира в центре? В центре нет такого. В центре Москвы дома уебанские. Ты там не можешь. Я не знаю, какое у меня метро, ребят. Без понятия. Вот, посмотрите по карте. Да, да. Ярочка, все правильно пишу. Рискультурщина. Я? Чего это? Мне кажется, что я очень вас... А, давайте я кепку с него, может, просто... Потому что я в кепке сижу. Простите. Если выгляжу как-то не очень... Чего, прыщ вылез, видите? Ну, плевать. Простите. А вот оно, я до мяса добрылся, видите? Ну, его тут много и так. Вот, видите, какое? Вот оно. Вопрос какая. Ну, я бы соли добавил бы чуть-чуть. Кофе нет, не любил. Ну, я не то, что не любил, я не понимаю прикола с кофем. Вот люди пьют там кофе, каждый день кофе. Привет, Таточка, привет. Мы думали, ты с ребенком, а не ждали. Не, 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 Ко. Ребенок с бабушкой. Ребят, с бывшей женой кто-то скажет, что надо быть жестче. Надо быть понастырнее, понастойчивее. Мой ребенок тоже, как и твой, я забрал и все. Ничего не обсуждается. Я дипломат в этих отношениях, я работаю на перспективу, на будущее всегда. Простите, я всегда выстраиваю отношения с Сашей на долгую дистанцию. На короткую, конечно, я могу поехать и забрать ребенка, к этому ребенку. Мне хоть кто-то что скажет, но я понимаю, что в будущем, летом, я в августе на целый месяц заберу дочку, хочу поехать. Зачем портить отношения, зачем травмировать ребенка, играет вот это в перетягивание канатом. Она девочка, она должна быть и с бабушкой, и с одной, и с бабушкой, и с другой, и с мамочкой, и с папой. Все должно быть равномерно, не должен никто на себя там перетягивать что-то. И тогда вырастет абсолютно нормально, психически, я имею в виду, и эмоционально абсолютно нормальный, здравый ребенок вырастет. А когда родители начинают манипулировать детьми, выставляя их вперед, дабы показать свое превосходство и быть над ситуацией, понимаете, тогда получается не очень. Тогда страдают дети. В моем случае я отхожу в сторону, я не пытаюсь там доказать свою правду, да, и... Сань, ты решила так, ты считаешь, так будет лучше? Окей, пусть побоюсь с бабушкой, конечно. В конце недели я заберу. Молоскололки и жизнь. Все, ребята, все, блин. Смех. Ну, посмейтесь. Посмейтесь. Я же для этого сюда прихожу для того, чтобы посмеяться. Блин, как мне нравятся мои гены. Вот мои гены, я обожаю их. Ребят, буквально два дня назад я был в трехдневном запое. Выглядел отвратительно. Матерился, пил пиво. Прошло двое суток. А нет, я вчера с вами еще сидел в эфире. Сутки прошли. Я за сутки... Ты молодец, Джинка. Мой бывший вообще не общается с сыном. Я сама вас говорю. Я за сутки... Смотрите, как преобразил. Все. Побриты. Все аккуратнее. Все чинно-благородно. Умные изречения. Правильные мысли. Подача четкая. Умение формулировать свои мысли. Выражать их в словах. Наполнять смысловой нагрузкой. Ну разве это не чудо? А то как выпью мат-перемат-мат-перемат. Смотрите, какое восстановление. Хоп, и сразу все. Никаких капель витамин, ничего не пью. Просто когда все хорошо в жизни. Мое топливо... Я понял, я всегда говорил. Вот у меня происходит опустошение. Энергетическое. Где брать энергии, я не понимаю. А я понял. Моя жизнь это, блядь, приключения. Вот обратите внимание. Каждый день со мной что-то происходит. Ну каждый божий день. А вот люди живут. Как день сурка. Дежавю ежедневное. Утро, дом, работа, утро, дом, работа, работа, дом. Одно и то же. Один и тот же маршрут. Одни и те же соседи. Одна и те же лица. Одни и те же сотрудники на работе. Все одно и то же. Одна и та же еда на бизнес-ланч. А вы меня обменяете в том, что я... Иди, говорит, работай. На хрен мне работать? Здесь я работаю. Но я умудрился так в своей жизни достичь такого божественного уровня, что я работаю один раз в неделю, два часа. С хорошей зарплатой. Все. Все. Почему? Вы меня гоните на работу. И то при всем при этом. У меня каждый день какой-то поворот судьбы. Классно. Я еще не выделываю. Спокойно живу. Скромненько. Понимающе к людям отношусь. Потому что что правильный. Мы людей выберем. Я его за собой еще уберу. Сейчас подойдите секундочку. Как настроение здорово? Здорово. Ой, настроение вообще бомба у меня. Мне же бы никто не испортил. Никакой петух. Грабежи для жизнеобеспечить чего? Блин, как в сухую землю. Погнали, прогуляемся чуть-чуть. Всего доброго. Спасибо. Ой, господи. Спасибо, Городная. Где ребенок? Да, вон какие-то трое на велосипедах катаются. Вон девка в песке ковыряется. С какашкой собачьей играется. Детей дофига. Пропаганда. Ой, кайф. Я иду по дороге, не сбивая ноги. Видите, как молодые деревья. Скоро все вырастет. Красиво будет. Класс. О, я кайфую. Боже мой, я за последнее время... Такое, знаете, очень значительное. Я очень счастлив. Сколько зарабатываю в среднем? Тысяч 40 рублей в месяц зарабатываю. Может, 43. За последнее время прям очень счастлив. Прям мне нравится все. Вот прям нравится. Господи, я каждый день благодарю сейчас Бога. Я прям такой счастливый. Как будто я на своем месте. А еще, еще, если кто не соображает, что происходит, хочу вам сказать одну вещь. Я безумно счастлив в полном одиночестве. Ну, я имею в виду в реальном мире. Не в виртуальном. Виртуальном-то понятно нас. Вон, смотрите, какой отряд для спартанцев. Вперед! Где чертовы перцы? Леонид! Представляете? Вот я один хожу, гуляю. В кафе хожу, в магазин. Мне так нравится это. Поехали! Давай, родненький, езжай. Вы про детей спрашивали. Вон их сколько бегает. Сейчас спалят район. Зачем вам это нужно, ребят? Я вам, видите, как иду. Жень, ты хорошо выглядишь для своих лет. В Мещерском лесу уже нет продажи от застройки. Не знаю, Анатусичка. Не знаю. Узнавай. На сайты заходи. Боже мой. Индийская клиника Аюрведа. Прикол. Кто-то скулишь, когда пьяный. Когда трезвый, рычу. А что? Короче, знаете, мне очень нравится в пике. Я скачал программу. Я скачал программу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, шесть, восемнадцать, восемнадцать домов. И так все устроено, что два дома соединяются одним общим двором без машин. Закрытый двор. И у меня с телефона я могу открыть все шлагбамы, зайти вообще в любой подъезд, любого дома. Мне вот это очень нравится, когда лень идти, и можно прямо через доматок напрямик в Сопер идти, через дворы. А вот сейчас я прохожу, чтобы вам было веселее, прохожу детский садик своей дочке. А через буквально тридцать метров подъезд моего дома. Так что так. Женя, сколько у вас времени? Просто я с Кемерово. У нас восемнадцать пятьдесят шесть. У кого у нас? У меня конкретно. И у моих бельчат. Медицинская клиника, паназиатская кухня, студия эпиляции, студия маникюра, продукты, тайская кухня, боже мой, озон, как кофе, где мой кофе, стоматология, ебическая сила. Вот это кайф. А я там жил, у меня только был в доме армянский магазин, больше ничего не было. А, ну я выходил, надо было шуровать пешком идти. Да вкус вил, ну минут десять надо было шуровать. Я ничего не говорю про тот район в Одинцово. Потрясающе, зеленый, ну просто старый, старый фонд. И ничего так не развито, как здесь. Здесь же, видите, большое количество деревьев. Понимаете, что они молодые, но в будущем детки, которые подрастут, будут уже со своими детьми, с вашими внуками гулять и наслаждаться, прятаться от солнца под тенью этих замечательных липы или что это такое. Вот я и домой пришел, прикольки. Блин, или не пришел. Подожди, а куда я пришел-то? Подожди, а куда я пришел? Блин, Жека, погоди-ка, секунду. А, ты что, братан? А, я не дошел уже до своего дома, я до садика не дошел, я перепутался. Дальше надо идти чуть-чуть. Жень, приезжай в Ташкент, я лично сама встречу. Моя дорогая, лучше ты приезжай в Москву. Я встречу. В Ташкент пока не могу, не выездной. Вы что думаете, у меня столько свободного времени, я бы не летал никуда за границу бы? Летал бы, постоянно бы. Одну ночь погулял с девочкой из Трехушники. Семь дней в Турции отдохнуть можно. Еще одну ночь не погулял. К сыну поехал на недельку. Еще одну ночь не погулял. Еще куда-нибудь полетел. Две ночи не погулял. В Дубае полетел. Поэтому все нормально было бы. С этим бейсяк не эти гульки. Ну вот. Ну слава богу, сейчас голова этим не забита. Сейчас об этом не думаю. Рука замерзла. Жень, ты на улице живешь? Женька, у тебя солнечная сторона, квартира? Да, солнышко у меня. Вот он садик. Моей дочке. В понедельник в окошко взгляну на нее. Они на детской площадке постоянно. Взгляну на нее, посмотрю. Не буду появляться. Не хочу ее травмировать. Пускай 4 дня потусит. Она девочка. Пусть с бабушкой побудет. Сам себя уговаривая. Ну, так правильно. Иногда нам приходится жертвовать своими какими-то амбициями. Ради правильного становления эмоционального наших детей. Почему без куртки? Потому что я в окошко выглянул. Тепло было. Да и сейчас тепло. Просто ветер прохладный дует. Я думаю, может собаку завести. У меня дочка кошку просит. Ну, я кошку не хочу. Мне кошки не нравятся. Собаку точно не хочу. Она мальтипу у меня мечтает. Ну, не мечтает. Она увидела мальтипу. Говорит, мальтипу. А я позвонил. У меня подруга заводчица. Она говорит, Женька, блядь, ну за 500 тебе отдам. За 700 отдает. За 500. Я говорю, ты что, гонишь? Собака, как машина стоит. Что мне с ней делать с этой мальтипу? Она на работу ходить не будет. От нее толку ноль. Поручше, смотрите. У меня к вам есть предложение подняться со мной. Но я сейчас зайду в лифт. Открыт. Будешь заходить? Нет, не будь. Нет, нет. Короче. Бай, вы вообще не терпеливый. Блин, знаете что, в квартире запах такой. Ой, как вам объяснить? Маля, неприятный. Такой, я вон еще, знаете что, он приехал, ходил. Я говорю, слушайте, а вы эту квартиру не сдавали по суточной? Нет, нет, не сдавал. А соседка мне говорит, а до вас, говорит, жили наркоманы. Целый день курили шмали. Вот оно, видать, провонялось все. Это просто трынде. Я не знаю, как это все убирать. Я думаю, надо начать, знаете, с чего? Надо начать со штор. Постирать шторы, потому что шторы это первое, что впитывает все неприятное. Либо со временем просто запах поменяется. Ну, мне прям не нравится запах. Так, тут бардак у меня. Купи диффузер. Короче, смотрите. Ну, у меня бардак, мне особо внимания не обращайте. Смотрите, покажу. Студейку, смотрите, как за. Тут диванчик у меня. Вот так, смотрите. Цвет какой. А вот моя студия. Посмотрите, как все красиво. Ну, это все бардак, не обращать внимания. Это стоя его попросил, чтобы он его приехал забрал, потому что мне не нужен трансформер. Эту херню надо выбросить, потому что они сломали ее. Ну, я показывал. Переносили. Вот. Вот она, видите, уже полку здесь поставил я. Книги мои. Вот. Такая полочка. Я так специально поставил, чтобы она разделяла зону с кухней. Разделяла, поняли? Ну, как зал, так отдельненько. Вот такая у меня студийка. Вот лампа тоже синяя. Видите, свет? Вот они мои мониторы. Микрофончик мой. Моя камерка. Вот. Для вас. Вот уже загрузились файлы. 42-43 гигабайта почти. Надо еще 10 новостей записать. 70. Вот я их скинул уже в Яндекс. Сейчас. Перекину. Перекину. Самому любимому продюсеру. Что еще рассказать? Кто спрашивал, чем я занимаюсь? Вот, кстати, у меня открытый. Кто интересен, зачем я занимаюсь? У меня в открытом доступе все. У меня вот они все для вас. То есть, ну это ладно, это файл из камеры. Это мой микрофон. То есть, я вот сюда. Все у меня подключено. Я записываю голос, сам все регулирую. Сейчас у меня она стоит на паузе, потому что мне нужно будет вот этот провод сейчас вытащить отсюда. Вот этот. Вот. И продолжить снимать. Ну и все. У меня еще осталось 10 новостей. Это мы закрываем. Это мы закрываем. Опа, ОБСК полетело. Все, мы ее перезагрузим. Вот это программа ОБС называется. Вот она. Я себя сейчас увижу в камере. И вы меня увидите в камере. Угу. Отмена. А что случилось? Шляпу мы увидим в камере. Подождите, что-то все подзависло. Из-за вас, что ли? А, извините. Извините. Извините, ребят. Вот он и я. Добрый вечер. Здравствуйте, мои дорогие. Давайте поближе себя сделаю. Здравствуйте, мои дорогие. И вот так сюда идет запись. Я нажимаю на камере play. Тут мои новости. Все. Потом все это гружу на Яндекс.Диск. Я отправляю свой продакшн, где они за сутки все это монтируют и делают вам то, что вы видите и в Инстаграм, и в ВК, и на ТикТоке. В ТикТоке, кстати, уже 27 тысяч подписчиков. У меня уже там 400 с чем-то тысяч лайков только, представляете? У меня там просмотры видео по 500, по 700 тысяч. Вот. И все. Этим и занимаемся. Очень уютненько стало. Еще такое, такое счастье, такая радость. Сейчас с вами поделюсь быстро. У меня в той квартире к телевизору не был подключен. Мы не могли подключить интернет. И невозможно было посмотреть ни ОКО, ни Ютуб. Даже невозможно было открыть. Потому что там какая-то программа слетела внутренняя. Какой телевизор, короче, мастер приходил, не смог. Мы, пацаны мои, приезжали с продакшена, не смогли. Мы ничего не смогли этого сделать. А тут телек. И у меня здесь ОКО. Хуй ОКО. Я уже все проплатил. Я что? Шторы. Короче, смотреть. Ладно, прикол. Что такое работа? Чтобы у тебя шла хорошо работа, смотрите. У меня свет, видите, какой? То есть он искусственный. На улице день. И чтобы не попадал естественный свет, я на днях поеду в Леруа Мерлен. Я вам обещаю. Я куплю жалюзи. Ну а пока я разрезал коробки из-под компьютера. И вот так все-все-все вот так скотчем все дырки я заклеил для того, чтобы не проникал свет. Но это уже, знаете, такая изнанка. Поэтому сейчас поеду в Леруа. Продаются такие жалюзи интересные. Они недорогие. Я приклею все и уберу естественный свет. Но вот этим я и занимаюсь. На Ютьюбе меня не будет хрулева. Я об этом уже говорил много раз. Я не хочу на Ютьюб. Мне не интересен Ютьюб. Скажу честно, на Ютьюбе сидят одни пердуны. Не хочу на Ютьюб. Не хочу. Если я вам интересен, мои дорогие, вы зайдете по... Да-да-да. Типа рулонные шторы. Что-то наподобие. Если я вам интересен, вы пойдете ко мне со мной на Твич. Мы на Твиче сидели. Вам почему-то не понравился Твич. Но, ребят, с этим ничего не могу поделать. Я хочу на Твич. Я хочу окружить себя молодежью. Я хочу питаться их энергией. Что-то я им дам, чему-то научу. Чему-то они меня научат. Я хочу, чтобы у нас был взаимный энергообмен информации. На Ютьюбе ничего на сегодняшний день нет. Это просто блевотная яма. Там только политика. Там только разговоры о специальной военной операции. Об истории. Мне это все чуждо. Не то, что чуждо. Уже вот так. Вот здесь это уже все. Понятно? В самом начале, конечно, мы все были погружены. Мы за все это очень переживаем. Но я в моменте углубленно переживал. А сейчас я поднялся вверх. Я не хочу в плане поднялся эмоционально. Я не хочу больше об этом думать. Я хочу сейчас думать о том, чтобы происходило мое внутреннее становление. Я безумно счастлив. Я очень рад. Я очень хочу, чтобы это сохранилось как можно дольше. Это состояние. Короче, что еще вам рассказать? Короче, классно все. Все хорошо. Дай бог, чтобы это все было подольше. Мы не унываем. Двигаемся вперед. Здравствуйте, Женя. Привет из Самарканда. Привет огромное. Ладно, буду записывать новости. Так, а в чем я был? В чем я был? А, я в рубашке был. Вот. Все. Всем хорошего. Всем хорошего вечера. Настроения. Я думаю, я вам ответил на вопрос, связанный с тем, чем я занимаюсь. Этим я зарабатываю деньги. Вот то, что вы сейчас видите. Это один, один, один из видов заработка. Это я не беру. Там инсту, больше ничего не беру. Ничего не беру. Это вот один. Но этот заработок самый прикольный в том плане, что он стабильный. Вот в чем разница. То есть ты с инсты можешь там 500-700 тысяч в месяц вытащить. Но это не стабильно. Ты один месяц можешь 2 миллиона заработать, а потом полгода вообще ни копейки не заработать. А это моя работа. У меня трехлетний контракт. Дай бог, чтобы все было хорошо. Это стабильная работа. Просто ты знаешь, что ты там в конце месяца в определенное число получишь бабки, которые там закроешь все базовые потребности. Вот. Эту работу я люблю больше всех. Потому что она стабильная. Мне это нравится. Что еще? Все. До встречи. В следующий эфир заходи с дочкой, чтобы она на фоне бегала. Всем пока. Да, кстати, Осетрова выкладывает эфиры твои снова. Ну, Осетрова, она опять переступила через меня. Все. Кстати, я уверен, что сейчас все девочки, которые выкладывают эфиры и сохраняют. Я хочу к вам обратиться, мои дорогие. Вы делаете неправильные вещи, которые мне не нравятся. Вы. У вас у всех есть возможность. Все, кто выкладывает. Сохраняет эти эфиры, выкладывает в YouTube. У вас у всех есть возможность написать мне и поинтересоваться. Сказать, Женька, вот этот эфир можем выложить или нет? Потому что есть эфиры, которые меня самого же и порочат. Я сам порой, меня несет так, что мне потом очень стыдно. Это правда. А вы берете это и оставляете. И это видит большое количество людей. И это остается в памяти. И, в общем, вы ведете себя неправильно. Я вас жюрю, ругаю немножко. Я надеюсь, что вы меня услышали. То, что вы делаете, мне не нравится. Мне это вредит. В репутационном моменте вообще в целом не хочу я, чтобы это было в эфире. Ой, в YouTube. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы меня услышали, то удалите, пожалуйста, особенно последние эфиры, где я был, ну, мягко говоря, не трезв. Я вам буду признателен и очень благодарен. А и впредь спрашивайте у меня просто. Жек, ты не против? Это первое. Второе. Я всегда вас буду поддерживать. Вы же выкладываете эфир. Я также о вас могу уже говорить, о вашем канале анонсировать. То есть, ну, почему вы постоянно пытаетесь вот как-то вот... Можно жить в мире, в согласии. Ой, Господи. Я понимаю прекрасно, что мои эфиры у единственного из бывших участников собирают самое большое количество просмотров. На Доме-2 было больше тысячи человек. Все звезды крутые, которых пригласили на 20-летие. Но их эфиры не собирают и тысячи. Мои собирают, блядь, 7, 8, 9 тысячи. Просто за два дня. Ну, топ-1, топ-1, я считаю. Ну, на каналах. Я же захожу, я же вижу, что мои собирают больше всего. Удивительно, хотя в эфирах сидят все. Ну, девчат, в общем, я думаю, что вы меня услышали. Я знаю, что вы смотрите этот эфир. Пожалуйста, давайте жить дружно. Всем желаю удачи. Всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Буду держать вас в курсе, что там происходит. В общем, вопрос, связанный с квартирой со старой, он еще не закрыт. Остается в открытом виде. Будем решать проблемы по мере их поступления. Удачи. Пока.